Аплодисменты Почему я ее пригласила? На сегодняшний день это будущая звезда Возраст не принято говорить У женщин, но она старше, чем Ольга Степановна По секрету Недавно мы в салоне отмечали 94 года Александра Трифовна Прошу любить и жаловать Ходит недавно к нам в салон Мы думаем, мы победим ее болезни Потому что брахьяная астма, да, Александра Трифовна? Астахондроз и не боится лежать на массажном оборудовании Около второй месяц Второй месяц пошел И смотрите какая она То есть сколиоз Шейный астахондроз И потом, как мы узнали Она сначала скрыла от нас Оказывается еще и бронхиальная астма То есть мы только на пути К выздоровлению Я просто ее вывела сейчас вам показать Александр Трифович, прошу Если что, извините Вот, да Я верю, что это будущая звезда И она, Александра Трифовна Будет свидетельствовать уже на следующей встрече С Александром Викторовичем Да, Александр Трифович Да? Мы все равно с вами познакомимся Да? Ну я же еще Вообще сопляк Если Если так Ну я же Я не знаю даже о чем вас спрашивать Что? Ну, три месяца вы здесь Ваши впечатления Второй месяц Да Да А зачем пришли сюда? И как? Кто пригласил? Одна из сотрудниц этого салона Ходила в нашем районе Приглашала людей Вот Ну это уже было давненько Но я подумала Подумала И вот решила прийти Просто дома нечего было делать? Или что причина? Меня одолевает остеходрос Бронхиальная аства Ну вот что я могла Я делала Себя спасала Но хотелось Что-то более капитальное На себе испытать На себе На себе Ничем 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 Второй месяц здесь Да Ну я понял Как бы рискнули Потому что дело же незнакомое Вы же с таким раньше не сталкивались? Нет Салона таким не сталкивалась Пришли Да Пришли И что по вашему мнению Сразу Раз Пришли Посмотрели что это? Хорошо Плохо Обманывают Может дурят Может я не знаю Ну знаете мало ли Каких шарлатанов сегодня водится Нет Прежде всего Меня привлек коллектив Коллектив такой теплый И обслуживание такое Симпатичное Можно им поаплодировать Что я вам еще скажу? Чем пользуетесь? Чем я пользуюсь? Пользуюсь Пользуюсь Ковриком Нет Это Массаж Коврик Пояс Массаж Ковриком Пользуюсь Массаж Ну Чувствую что Мне периодически Делается хуже Обострение Вам уже объяснили что бывает обострение Да И особенно с бронхиальной астмой Да Ну я иногда Начинаю Сомневаться В этом речении Меня успокаивает 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 что это В порядке вещей Ну вот я пока еще терплю Пока еще не сорвалась Ну да При бронхиальной астме вообще обострение бывает Но я вам скажу что бронхиальной астмы здесь выздороветь можно полностью вообще От остеохондроза полностью вообще можно выздороветь Вот это капитальное лечение Здесь без яду вы можете быть здоровы И еще порадоваться жизни и порадовать своих потомков У потомков У потомков у меня нет У друзей У друзей есть Здесь хорошие друзья Здесь хорошие друзья Да Полостеохондрозы скажите вам стало лучше спиной Периодически она стала мне болеть больше А иногда успокаивается Ага Ну этот момент тоже хочу объяснить Смотрите вот Когда позвоночник Нуляжа нет? Нуляжа нет Нуляжа нет Когда позвоночник много лет жил в состоянии скованности Вы к этой боли ноющей привыкли А вот Хорошо А когда от тепла и массажа позвоночник начинает двигаться Вот это боль которую все отмечают как боль стала больше Это боль от того что он начал двигаться Движения то стали лучше позвоночники Вот боль появляется от того что активнее стали движения Этого бояться не надо Я сам свои 30 лет это пережил У меня обострение длилось одно обострение длилось полтора месяца Вот так началось Старое место Старое там где травма была Начало двигаться И появились такие боли жесточайшие Так в 30 лет Так что ну в общем вам нравится От бронхиальной астмы я думаю ну вам если вы будете без остановки сюда приходить и делать все что вам скажут То месяца три-четыре и вы уже будете рассказывать как вы от него выздоровели Будем тогда сниматься еще раз В кино Конечно А с кем снимают Не знаю Как вам понравится Понравится А где мы таких актеров наберем еще Нам понравится обязательно Слушайте мы вообще с почтением даже к одному возрасту и к тому вашему желанию Жить Выздоравливать Радоваться Такого оптимизма нам надо от вас поучиться еще Я с лечами Я с лечами Я с лечами Я с лечами Ветеринарный Ветеринарная медицина Врач 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 Коллега Ветеринарная Ну ветеринар Ну как говорится Ну все равно врач Большое вам спасибо Месяца через три Будем уже вас записывать Уже когда вы будете рассказывать Как лечиться от бронхиальной астмы Хорошо Большое вам спасибо Большое спасибо Твой почтенный возраст Она танцевала Да Она танцевала Да Ну я не умею танцевать вообще А как она садилась А как она мужчин на танец приглашала Надо учиться танцевать Давай хорошо Слушайте Слушайте Слушайте